Красной кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась. 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой здесь, в 174-й Самарской школе, отмечают первыми городскими цветаевскими чтениями. И мало кто знает, но Марина Ивановна жила в нашем городе в 1911 году на улице Галактионовской, 41, вместе со своим будущим мужем Сергеем Эфроном. 174-я школа особенная. Здесь есть не только музейная комната, посвященная Марине Цветаевой, но и каждый второй поклонник ее творчества. Регулярно проходят поэтические вечера и творческие встречи. Я люблю литературу, люблю стихи, а Марина Цветаева для меня очень близка ко мне. И для меня честь, наверное, представлять ее стихи, читать их. Два года назад школьники разработали и защитили макет мемориальной доски, которую открыли на доме по улице Галактионовской в октябре прошлого года. А экскурсия «Самарские страницы Цветаевой» заняла первое место на молодежном фестивале «Новое поколение экскурсоводов». То, что весь зал полный и даже не помещал всех желающих, это говорит о том, что вот наследие Цветаевой, оно живет. Я видела и с гитарами людей, и видела красиво в платье в пол девочки одеты были. То есть они готовы, готовы читать стихи. И это хорошо. Это очень хорошо. Я очень рада. Если бы здесь присутствовали вот цветаевцы, которые еще многие живы, но, к сожалению, они уже все почти старые в возрасте, они бы сказали, мы бы в шоке, сказали бы в шоке. То есть неожиданно для них бы это оказалось прекрасно. В первых городских чтениях принимают участие 300 школьников со всего города. В амбициозных планах юных самарских цветаевцев включение экскурсии по местам поэта в гостевой маршрут к чемпионату мира. Юлия Черняева, Сергей Баскин. События.